Сегодня 12 мая Позже, под впечатлением от этой поездки, писатель написал очерк «Простор Самарской земли». Рано утром 12 мая 1854 года в Самаре загорелась баня Мещанина-Кукарина. Огонь по направлению ветра шел вдоль Волги и дошел до Хлебной площади. Для спасения жителей и их имущества сюда отправили 20 лодок. Как сообщила газета «Самарские губернские ведомости», пожар продолжался с необыкновенную силу. При сильном ветре до пяти часов пополудни сгорело 130 домов и Успенская церковь. Она располагалась рядом с Волгой, углу улицы Водников – Преображенской и Комсомольской – Успенской. Главным украшением Алексеевской площади, ныне площадь революции, была деревянная часовая башня. Установили ее 12 мая 1860 года. Она состояла из трех ярусов. В первом ярусе находилось помещение для сторожа. Во втором размещался часовой механизм с двухметровым циферблатом. На третьем ярусе висел 11-пудовый колокол, которым сторож отбивал часы. Башня простояла до 1874 года. Затем часы перенесли в Троицкую церковь. В 1930 году Троицкую церковь разрушили. В настоящее время на ее месте располагается сквер Высоцкого. Сегодня – Международный день медицинских сестер. Этот праздник отмечают в день рождения англичанки Флоренс Найтингелл. Во время Крымской войны она организовала первую в мире службу сестер милосердия. 80 лет назад, 12 мая, родился один из самых известных поэтов-шестидесятников Андрей Вознесенский. 12 мая, в 1937-м, родился Михаил Серков, самарский режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат многих всесоюзных и международных фестивалей. Легендарный редактор Самарской студии кинохроники Борис Кожин знает о Самаре многое, если не все. Сегодня Борис Александрович принимает поздравления с днем рождения. Сегодня день рождения Алины Кабаевой, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, заслуженного мастера спорта России. С именинами поздравляют Арсения, Артема и Василия. Сегодня Красная Горка – самый любимый в народе весенний праздник. Время любви, гуляний, хороводов и, конечно же, свадеб. Такими событиями запомнился нам этот день. Продолжим завтра.